Идея об створении гаджета у студента 5-го курса машинобудовничьего факультета Александра Матвианкова народилась некольки годов тому. Однако до реализации справа дошла только селета, когда студентам ГДТУ пропоновали поудельничать в конкурсе 100 идей для Беларуси. Одним из самых активных стал Александр. Его научный руководитель, заместитель декана нашего факультета машиностроительного Бустенко Владимир Михайлович, после того, как были предложены идеи, отобрал наиболее, может быть, наиболее интересную или наиболее значимую и легко выполнимую, что самое важное, потому что идея должна быть простой, она должна быть легко выполнимой и должна быть интересной широкому кругу потребителей. На реализацию проекта не треба великих сродков. По попередних разликах, а ворка идея не больше, чем про тысячу рублей. Идея затекавила жюри областного этапа конкурсу 100 идей для Беларуси. И Александр стал одним из шести пероможцев. В будущем годе свою вынаходку и он представить у Минску на заключном республиканском этапе. Принцип работы там всего лишь, ну, она состоит из четырех вещей. Это батарейка, корпус, гарнитура Bluetooth, чтобы связываться, и динамик. Брелка – это устройство, да, и потом, когда мы берем в руки телефон, мы включаем Bluetooth, находим в списке активных соединений это устройство, нажимаем, и оно начинает пищать. Вот, и его легко будет найти. Поколь распрацавана только теоретичная частка проекта. Над рабочим прототипом Александр почне працавать в ближайший час. Ему допомогут выкладчики университета. В установе различвают, угодно представить проект на заключном этапе конкурсу 100 идей для Беларуси. Дмитрий Котов, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель».